Друзья, сегодня мы будем говорить про биткоин, когда нам ждать новый максимум цены и что происходит сейчас. Про топ-2 криптовалюту эфириум, подведем итоги недавнего обновления, а также про XRP, которая долгое время была топ-3 криптовалютой по капитализации и может быть наконец-то готова вернуться на это место. Сейчас вместе во всем разберемся. Начнем с биткоина. Бывший генеральный директор и нынешний исполнительный председатель MicroStrategy Майкл Сейлор дал два важных прогноза касательно первой криптовалюты. Он считает, что рынок уже достиг своего текущего дна, на которое он ориентируется при помощи скользящих средних. И сейчас, как нижнюю точку цикла, он определяет 20 тысяч. Может быть именно по этой причине MicroStrategy буквально на днях купила еще 301 биткоин. А может быть просто хотели довести баланс своего кошелька до красивой цифры в 130 тысяч биткоинов. Кстати, средняя цена их покупки на сейчас составляет 30 639 долларов. Таким образом, мы можем посчитать, что MicroStrategy прямо сейчас находится в убытке на 37%. Но пока они не продали, этот минус чисто на бумаге. А сам Майкл Сейлор заявил, что имеет личные инвестиции в первую криптовалюту. На его кошельке сейчас находится 17 732 биткоина, который он купил примерно по 9,5 тысяч. Итого, лично он сейчас имеет прибыль в 91%, но это тоже исключительно на бумаге. Что касается будущего максимума, то в следующие 10 лет, по мнению Майкла, биткоин может достигнуть цены в 500 тысяч долларов и практически вытеснить с рынка золота в качестве инвестиционного актива. А текущий максимум в 69 тысяч может быть обновлен уже в течение следующих 4 лет. Тут можно учесть два важных момента. У нас через два года халвинг, что ранее всегда приводило к обновлению максимума цены. А еще это совпадает с планом ФРС по манипуляциям финансовыми рынками при помощи ставки. Разбирали в прошлом видео, что они в 2023 году планируют выйти на 5%, после чего будут держать ее там, пока инфляция не вернется на 2%. И лишь затем перейдут к снижению. То есть это ориентировочно 2024 год. И также раньше этого периода не стоит ожидать возвращения к работе печатного станка. С ожиданиями по новому максимуму цены биткоина можно согласиться. Раньше 2024 года, а может быть и 2025, действительно не стоит ждать курс выше 70 тысяч. А вот то, что дно уже пройдено, вопрос на самом деле спорный. И может случиться так, что биткоины Майкла Сейлора, купленные за 9,5 тысяч долларов, могут в какой-то момент показать нулевую прибыль. Потому что за счет действий ФРС фондовый рынок снова вернулся к медвежьему тренду. И в пятницу остановился в нескольких шагах от того, чтобы обновить дно, установленное в июне этого года. По биткоину мы пока видим попытки отскока примерно от 18,5 тысяч, то есть первая криптовалюта пока не планирует обновлять дно. Но это объясняется тем, что уже много слабых рук было выбито с рынка. И продавить сопротивление ходлеров, которые сейчас контролируют порядка 65% всех биткоинов, не так-то просто. Но если S&P 500 пробьет дно, и более того, двинется гораздо ниже, нервы могут сдать даже у ходлеров. При сохранении текущей тенденции на фондовом рынке, всех могут уничтожить примерно за 30 дней. А может быть просто сработает жадность, и кто-то решит, что сейчас продам по 18 тысяч, и затем откуплю по 10 тысяч долларов. Кстати, а вас не посещали подобные мысли? Я последнее время вижу много таких настроений, что биткоин еще придет на 10 тысяч долларов. Делитесь вашим мнением, а дальше у нас другие важные новости криптовалют. Многие на крипторынке покупают токен на ранней стадии развития проекта, рассчитывая получить иксы. Если это ваш подход, можете рассмотреть проект Karite. 28 сентября пройдет целых токенов на PancakeSwap. Это возможность закупиться перед листингом на Тир-1 бирже. Что такое Karite? Это веб-3 приложение, которое объединяет музыканта и его слушателя. В проект занесли более 6 миллионов долларов. Heroes Ventures, KuCoin Labs, Gate Labs, Maxi. Также Karite получил поддержку от Amazon, Spotify, YouTube Music, TikTok. Исполнители проводят в Karite сбор средств на выпуск новых альбомов. А их слушатели не только инвестируют в любимого артиста, но и зарабатывают на его успехе. Также их токен-код дает доступ к краудфандинговым компаниям высшего уровня. Позволяет получить VIP-статус и Karite Originals NFT. И главное, это токен управления. А значит, каждый владелец токенов будет участвовать в управлении проектом. Karite активно поддерживает артиста Alan Walker, а еще у них хорошее отношение с топ-1 биржей Binance. Именно на ней проходил NFT-сейл проекта, а глава торговой площадки Чан Пен Джао уже не раз упоминал Karite в своих твитах. Под видео я оставлю ссылку, по которой вы сможете узнать подробнее про приложения Karite, в том числе про EFEO токена Co на PancakeSwap и скорый листинг на топовой бирже. Эфир успешно перешел на пост-алгоритм и с тех пор уже упал на 300 долларов или на 19%. Также примечателен тот момент, что за это время его доля на рынке сократилась с 19% до 17%. Произошло то, о чем мы говорили как до, так и после обновления. Сам факт масштабного события поддерживал цену эфириум, но после его завершения данный эффект пропал, и теперь эфир падает быстрее биткоина на медвежьем рынке, как это и положено делать всем альткоинам. Почему мы не видим продолжения роста или хотя бы попыток идти против остального рынка? Потому что смена алгоритма это очень круто в техническом плане, но она не принесла никаких преимуществ обычным пользователям. Эфириум теперь является самым медленным и дорогим в работе блокчейном на Proof of Stake. А изменится это еще не скоро, потому что над скоростью и стоимостью транзакций будут работать только в последующих обновлениях. Но есть одно важное изменение, которое нельзя оставить без внимания. Глава секс сделал интересное заявление, что все транзакции в сети эфириум находятся в американской юрисдикции. Гэри Гэнслер и ранее утверждал, что все пост криптовалюты подпадают под действие закона о ценных бумагах. А теперь они придумали еще одну отговорку. Якобы около 40% нод эфириум находится в США. Следовательно, транзакции обрабатываются на территории, где действует американская юрисдикция. Фактически, если вы отправили или получили хоть одну транзакцию на эфире, у американских властей могут быть к вам вопросы, если они будут расследовать связанное с данным переводом дело. Пока эту ситуацию осветили в прессе и быстро забыли. Но если Ripple проиграет суд, о котором мы поговорим далее, тогда следующими под прицел SEC могут попасть Виталий Бутерин и компания. Стараниями американского регулятора SEC криптовалюта XRP потеряла свое место в топ-3 и показала крайне слабый результат на бычьем рынке прошлого года. Но все когда-нибудь заканчивается, и сейчас сторонники этой монеты ждут большого восстановления в цене. После того, как будет объявлена победа в зале суда. Стало известно, что SEC и Ripple подали ходатайство, чтобы судья приняла решение по делу. Обе стороны утверждают, что представили достаточно доказательств своей позиции и поэтому не хотят затягивать процесс. В сети уже много победных заявлений со стороны Ripple. Например, глава компании Брэд Гарленхаус считает, что SEC просто хочет расширить свою юрисдикцию на криптовалюты и не заинтересованы в соблюдении законов. А по мнению одного из адвокатов Ripple, SEC не смогла доказать вообще ничего, не найдя ни одного инвестиционного контракта и не подтвердив ни одного пункта из теста Хауи. Все выглядит круто. И после таких новостей XRP в лидерах по росту за эту неделю. Причем на фоне остального падающего рынка. Но как я писал в нашем канале в Телеграм, кто про него только узнал, может перейти по ссылке в закрепленном комментарии. Текущая цена XRP может быть хорошим уровнем для продажи. И вот почему. Во-первых, практически все новости о прохождении суда SEC против Ripple мы узнаем от последних. И понятно, что они всегда рассказывают только о победах. Подумайте сами, может ли тот же Брэд Гарлинхаус выйти и заявить что-то вроде «Мы проиграли». Конечно же нет. А SEC – это самый настоящий государственный регулятор американского рынка. И они тоже уверены в своей победе. Поэтому нельзя давать стопроцентную гарантию, что суд встанет на сторону Ripple. Во-вторых, по аналогии с бычьим рынком 2017 года XRP выстрелила на полторы тысячи процентов. Потому что попало на самый пик. А сейчас рынок давно стал медвежьим. И на самом деле, им было бы даже выгодно затянуть суд на подольше. Чтобы хорошие новости пришли уже после возвращения быков. Потому что на текущем рынке насильный памп рассчитывать не приходится. И в-третьих, исторический XRP по несколько раз обновляет дно на медвежьем рынке. Поэтому у тех, кто хочет держать эту монету в долгосрок, может быть еще много возможностей для покупки. Ставьте ваши лайки и подписывайтесь. Это лучшая ваша поддержка для канала. Спасибо за просмотр. Ваш Коинпост.